Он пришел к человеку и предал свою эту веру и обратился в зло. В нашем спектакле Сережа не обратился в зло, его просто уничтожили. За два часа его жизнь всегда изменилась. Он не пойдет к своей Ниночке, он просто умрет. Такой хэппи-энд. Сначала я вообще познакомился просто случайно с Леной Маховой. Я приехал в сад Ормитаж и был уже пьяный. Мне приходит Лена Маховой и говорит, ой, я тебя знаю, хочешь я куплю тебе коньяка. Я подумал, господи, какая классная девушка. А потом оказалось, что эту девушку я видел в спектакле бабушки. Светланы Васильевны Земляковой. И потом мы так с Леной подружились, и вот она меня позвала на читку. Я пришел на читку, прочитал, мы так весело по... Это был кастинг. Да, весело, вообще сменялись, покатали. Зеленые щеки апреля – это зеленые щеки мальчика Сережи, который олицетворяет всю нашу русскую жизнь. Что мы все рождаемся этими зелеными, на самом деле с красными щеками. Зеленые щеки апреля – это зелеными, на самом деле с красными щеками. На Цюрикском озере. Что мы все еще зеленые, плюс еще зеленая – это природа. И мы выстраивали иву как символ того, как мы тянемся к жизни. Что наша крупа, например, она постоянно тянется к этому дереву, она тянется к жизни. Он не хочет быть этим засохшим деревом, в который его превращал Ленин постепенно всю жизнь. Ну, это если говорить конкретно о героях. Серафима – это артистка, главную женскую роль у нас играет, единственную в этом спектакле. Серафима – актриса этого спектакля, играет роль Крупской. Но, опять же, спойлер, мы не выдаем то, что в этом спектакле персонажи два странных беса, встретившиеся главным героем на озере Цюрихерзея, что это исторические персонажи Крупска и Ленин. «Почему вы, говорит, не утонули? А? Да потому что я никогда не плавал». Заключены определенные, как мне кажется, рамки, обусловленные временем, обусловленные человеком, который рядом с ней, но у которой есть много желаний, которые она в себе душит. Желание забеременеть, например, желание любви, желание быть, в конце концов, женщиной, желание того, чтобы вот эта Ива расцвела вдруг в какой-то момент или дала свои какие-то там… «Это желание твоей героини?» Да, но это и мое, конечно, тоже, в какой-то степени. Мы же все немножечко микрируем под героев и так далее. Вот, но я просто думаю, вот я недавно нарисовала там картину, ну, когда вот произошла вся ситуация сейчас, назвала ее «Россия». Я думала, ну, это же неосознанно происходит. Я понимаю, что, допустим, у нас вот есть родина-мать, есть там… Это же все очень разные образы. Вот в этом спектакле есть образ некой крупской, крупы. Как сегодня, интересно, сказала мне одна зрительница, что ты знаешь, что в конце ты крупу, типа, на главного героя… Заметила. А ты крупа. И я, ты знаешь, я в первый раз поняла, что я крупа, которая сыплю крупа. Ну, то есть, тут еще много разных таких моментов. И мне кажется, моя героиня, она в процессе всего спектакля, она постоянно ищет себе применение. Она разрушает и сохраняет этот мир. Она все время мечется от разрушения. Да, допустим, там, она смотрит на эту Иву, которая должна жить, на эту страну, которая должна, как Ива, жить, на этого мальчика, который должен выжить в этих условиях. В то же время она же сама мешает этому процессу. И я думаю, что это очень такой понятный образ многим женщинам и сейчас. Вот, и мне, потому что мы разрушаем то, что мы можем создать часто. Как мне пройти на станцию? Внезапно злой порыв ветра сбивает Сережу с ног. Сверху самых небес по торжествующую песню опускаются валькирии. Они спрыгивают с крылатых восьминогих коней и, смеясь, бегут козел. Ну, я играю Сережу. Ему 21 год. Он такой из хорошей русской дворянской семьи. И его в начале 20 века отправили учиться в Европу как приличного, интеллигентного человека. И вот он весь такой воспитанный на хороших книгах, на хороших манерах, в любви, в атмосфере, где все друг друга любят, где не нужно быть лучше, чем ты есть, где никто никого не предает. И как бы он верит в этот прекрасный мир, он думает, что все так на самом деле прекрасно, что есть герои, что героев нужно любить, что нужно быть им благодарным. Это как бы аксиомы его жизни. Зеленые щеки. У кого это зеленые щеки? И при чем ты сообщаешь? Ну, апрель вообще, как бы, апрель это мой любимый месяц. И что отличает апрель от других времен года, потому что это не зима, а это, наконец-то, начало весны долгожданное. Это действительно прекрасный месяц, когда наступает весна, когда высыхают улицы, когда, наконец, летает снег, когда становятся длинные томные сумерки, и когда ты чувствуешь вот это наступление абсолютного счастья именно в виде мая, лета и... И такое лето... Весина, а ты муж, кто сказал, чтобы убить тебя, если б я убил своего сына, отвечал Ильгей. Геройствовать друг. Сильвринтоп. Фальхофир. Я очень много читал современную драматургию и никогда не встречался с текстом такого уровня. Мастерства и художественности. И я его прочитал и понял, что, как бы, когда очень хорошо написан текст, мне кажется, актер сразу понимает, как его нужно играть. И мне лично было как-то интуитивно понятно. Весина, наверное, меня ненавидят, думал я. Но потом мы сыграли премьеру, и все было так прекрасно. И вот мы как-то так вместе вот встречаемся. Раз в месяц, а сейчас уже чаще, потому что у нас есть еще и другой спектакль. Еще и фильмы. И на самом деле я сейчас Лене полностью доверяю абсолютно. И очень рад, что мы это все сделали. Что мы все рождаемся этими зелеными, на самом деле с красными щеками. Вот сегодня у Серафимы обнаружилось, что за пять минут до спектакля, что у нее нет ни одной пуговицы на ее костюме. После того, как костюм постирали, и мы обратили на это внимание за пять минут до спектакля, и у нее были такие красные щеки. И зеленых они стали красными. Они пылали у нее все начало спектакля. Она была в стрессе, потому что мы двумя иглами там с разных сторон пытались это все... У нее пуговица, а я просто... Да, пытались это все зашить, сделать, чтобы выйти на сцену, не голыми и так далее. И на самом деле мы все с красными пылающими щеками. Мы все волнуемся, мы все живые. Ну, то есть кровь прилила к лицу. Это жизнь. Человек испытывает какие-то чувства, он не может их скрыть, он их не скрывает. Это честность. Человек, это наш свет, Антон Гололобов. Мой друг, рыцарь и любовь. А что там у тебя? А смотри, Антон тебе покажет надпись. Россия может быть с другой. Крутая надпись, видишь, не просто так ты тоже войдешь. Я же, собственно говоря, подготовился. Я ждал, какой спектаклей был. Слышно, да? Да.